Ну, перед началом секции я еще раз внимательно посмотрел те острые вопросы и, в общем-то, интересный за, против, есть ли место нейрохирургии, нет. Я вспомнил, вот мы с Сергеем Михайловичем воспроизвели видео из еще советского фильма, когда приходит доктор и осматривает графа и говорит, легкие дышат, сердце бьется, спрашивают, а голова? А голова дело темное. Ну, с тех пор прошло очень много времени и, конечно, голова уже не дело темное, очень много изменилось и в визуализации, и в философии, и в подходах к лечению метастатического поражения головного мозга. Но хочется вот начать с нескольких наблюдений. Пациент с достаточно большой опухолью до лечения и через два месяца после лечения облучение всего головного мозга и локальная лучевая терапия. Вы видите, что прекрасно, без агрессивной хирургической интервенции мы достигли великолепного результата. Команда. Мы говорим о команде, в которой входит, онкологическая команда, в которую входит и хирург, и радиолог, и химиотерапевт. Другое наблюдение. Пациент с раком легкого до лечения и через один месяц после лечения есть мутация GFR и лекарственная терапия современным препаратом, который абсолютно красиво, спокойно и тоже без хирургической агрессии достигнут прекрасный рентгенологический клинический эффект. И еще одно наблюдение. Тоже метастаз рака легкого, но с колоссальным отеком, с компрессией вен, с отрицательным стероидным тестом. И результат через три месяца после хирургического удаления, радикального хирургического удаления единым блоком. Во всех трех случаях мы достигли желаемого результата. Но каждый пациент, как сейчас принято и, наверное, это целесообразно, оптимально говорить, это персонализированная карта лечения. Но хотелось бы сказать, что хирургия это не самое большое в комплексном лечении, это лишь тот фон, который создает комфортные условия для дальнейшего системного лечения. И пренебрегать хирургией, конечно же, нельзя. Но каждая ситуация должна рассматриваться сугубо индивидуально, определенные показания, которые приводят к выбору именно хирургической составляющей. Но для того, чтобы показать, что уже голова дел не темная, я позволил себе упомянуть дополнительные методики, которые позволяют нам с высокой деликатностью и с высокой точностью подойти к объемному образованию и, минимизируя хирургическую агрессию, получить конечный результат, качество жизни при этом не ухудшив. Это функциональные МРТ, это трактографии, которые позволяют нам великолепно получить изображение проводящих путей и минимизировать хирургический угол атаки. Конечно, мы должны опираться на современные методики позитронно-эмиссионной томографии, которые позволяют нам оценить состояние опухолевого процесса в целом. И тоже это немаловажное решение для определенных методов лечения. Современные возможности нейрохирургии – это микрохирургическая техника, которая позволяет, используя интероперационный, мониторинг инструментарий, навигацию, плюс великолепная поддержка анестезиологов и реаниматологов, которые очень мягко, гладко позволяют провести операцию. И мы достигаем максимального эффекта с использованием высоких технологий. Ну вот, например, это навигационная система, которая используется для более точного подхода к метастазу. Это ультразвуковой мониторинг, это мэппинг во время операции, опять же, навигация. И все это позволяет подойти к любой точке в головном мозге и деликатно, аккуратно удалить опухоль. Но все наши действия, они сводятся к самому главному – это снижение осложнений и смертности, и высокому качеству жизни после операции. И все действия хирурга, все современные технологии, они позволяют нам именно этот сложный хирургический этап, сделать его красиво и без особой травмы для мозга. Преимущество – это локальный контроль, это сразу одномоментное устранение масс-эффекта, тем самым нормализация внутричерепного давления, возможность повторного исследования опухоли. Мы знаем, что метастаз в головном мозге по молекулярному статусу может быть агрессивным, более агрессивным. И последние работы патологов говорят об этом. Ну и, конечно, это быстрое устранение неврологического дефицита, когда двигательная зона или речевая зона сдавлены большим объемом опухоли или отеком, возникающим от сдавления вен метастазом. Тогда это комфортные условия для восстановления неврологических расстройств. Но понятно, что нужно очень четко и здраво оценивать саму операцию. Я хочу сказать, что я в онкологический центр пришел 10 лет назад, и философия у меня была совершенно другая. Философия нейрохирурга – есть объем, надо удалять. Но не все опухоли нужно удалять, не все метастазы нужно быстро, как говорится, организовывать хирургию. Что касается показаний, это, конечно же, солитарный метастаз, больших размеров, неврологическая симптоматика, грубый гемипарез или некупируемые припадки, признаки вклинения или дислокации. И то, что, конечно, нас требует, вернее, хирургического вмешательства, это именно вот такая грубая неврологическая симптоматика и угроза жизни. Именно в этой ситуации нужно обсуждать вопрос хирургии. Но еще вот я здесь не указал, еще бывают ситуации, они нередки, когда пациент обращается с неврологической симптоматикой к неврологу, делают МРТ, потом обследование всего тела и обнаруживают небольшой очаг в легком. Но неоднократные попытки биопсии или бронхоскопии с получением биоптата не увенчаются успехом. И тогда, как вынужденная ситуация, это тоже показания к хирургии, если она доступна, если она не опасна в плане неврологического дефицита. Именно здесь тоже есть место хирургии церебрального метастаза. Критерии отбора – это должны мы учитывать статус пациента, статус опухоли, опыт хирурга, возможности лекарственной терапии, возможности радиохирургии, но и, понятно, мы должны понимать, если это быстро прогрессирующая ситуация по многим органам, то здесь тоже целесообразности в операции нет. Но, опять же, стандартные критерии РПА здесь не очень, хотя это общепринятая классификация, и все стремятся понимать, что во время выбора того или иного метода. Говорить о том, что пациент РПА третьего класса уже бесперспективный, здесь нельзя, потому что может быть сдавлена двигательная зона метастазом, то есть движений нет, это уже РПА третий класс, а мы удаляем метастаз, и он опять возвращается в первый класс, индекс Карновского улучшается. И здесь, конечно, это не тот критерий для определения показаний, конечно, это нужно комплексно оценивать и понимать, но, понятно, самые благоприятные – это РПА первый и второй класс пациенты для хирургии, именно эти критерии оцениваются. Хочется сказать об опухолевой инвазии. В нашем отделении было проведено исследование 7 или 8 лет назад и смотрели именно инвазию мозга опухолевыми клетками. И хочется сказать, что действительно она есть, и нельзя не отметить моменты опухолевого ангиогенеза, когда патологические сосуды порой опережают рост опухоли, и мы видим зону патологической сосудистой сети на расстоянии до 3 мм, а глубина опухолевой инвазии может быть 1-2 мм. Это, конечно, очень важно учитывать для радикального, более агрессивного хирургического этапа, дабы сохранить хороший локальный контроль. Но наша философия сводится к тотальному удалению метастаза единым блоком. В некоторых ситуациях, когда это невозможно из-за того, что метастаз располагается в двигательной зоне, либо компримирует, сдавливает тракты, здесь, конечно, очень деликатно с использованием электрофизиологического мониторинга. Какой-то небольшой слой клеток мы оставляем для того, чтобы сохранить двигательную функцию и продолжить с хорошим качеством жизни дальнейшее лечение. Я хочу привести исследования наших корейских коллег, которые посмотрели катамнез у пациентов, у которых удалена опухоль, просто удалена кускованием в пределах видимых здоровых тканей, и плюс 5 мм за границей опухоли. То есть это перифокальная перевоскулярная зона. И стоит отметить, что локальный контроль гораздо лучше у пациентов, у которых удалялась перифокальная перевоскулярная зона. И хочется сказать, что наша философия именно такая, с удалением перифокальной перевоскулярной зоны и с последующим лучевым лечением. Локально, вот видите, кривую выживаемости без локального рецидива и комбинированное лечение с использованием не только хирургической резекции, но и стереотоксической радиохирургии. И вы видите, что локальный контроль гораздо лучше в этой комплексной группе. Хотелось бы несколько клинических наблюдений показать. Вот пациент с метастазом немелкоклеточного рака легкого. До операции большой объем, речевые расстройства, МРТ и опухоль удалена единым блоком. И через три недели была проведена стереотоксическая радиотерапия. Достаточно хороший, долгий эффект без неврологических расстройств. Приведу еще одно наблюдение. Пациент с двумя метастазами рака легкого. Признаков внутричерепной гипертензии не было. И было принято решение локального лечения двух очагов. На третьем сеансе появились припадки. Выполнили компьютерную томографию. Нарос отек. И, собственно, на глазном дне появились признаки внутричерепной гипертензии. Мы в экстренном порядке вынуждены были оперировать, удалив два очага. Через 10 дней пациенту продолжена лучевая терапия с хорошим эффектом. После операции и лучевой терапии три года пациент без рецидива в головном мозге. Хирургия плюс стереотоксическое лечение. Вот вы видите тоже хороший эффект. До операции, после операции. И спустя 20 месяцев наблюдения. Это вот пациент, которого облучал Сергей Михайлович после хирургического лечения. И, конечно, перспективная группа больных. Это стереотоксическая, предоперационная стереотоксическая радиохирургия. И в течение двух-трех суток удаление очага тоже хороший контроль. Группа набирается. Но Сергей Михайлович, думаю, более подробно расскажет об этих пациентах. Ну и, конечно же, у нас проходят ежегодные обсуждения пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Все это отражено в стандартах и рекомендациях Министерства здравоохранения, Ассоциации онкологов России, Русска и Ассоциации нейрохирургов России. Все вопросы, связанные с мыслями, дополнениями, пожалуйста, можно обсуждать. И всегда группа инициативных людей, которые участвуют в разработке этих рекомендаций, готовы к обсуждению каким-то дополнением. Спасибо за внимание. Продолжение следует...